Сегодня у нас должен был выступать академик Ивашкин, рассказывать о последних достижениях в области гастроэнтерологии, но к сожалению у него идет какая-то конференция своя и он извинился, что он не сможет выступить и вместо него будет выступать его доцент Юлия Олеговна Шульпикова. Вот, ну послушаем, я вас приглашаю, вы стоите против экрана, здесь будут выведены ваши слайды, на вас смотрит камера, говорите громко. Спасибо. Здравствуйте дорогие коллеги, глубоко уважаемый Павел Андреевич, Мадлена Юрьевна. Сейчас появится презентация и мне хотелось бы начать от имени моего шефа, главного гастроэнтеролога России Владимира Трофимовича Ивашкина. Он является также президентом Российской гастроэнтерологической ассоциации и заведует нашей кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гипотологии Сеченовского университета. И Владимир Трофимович, он всегда большое значение придает вот таким базовым вещам. Прежде чем обсуждать заболевание, мы должны достаточно хорошо понимать, на что мы воздействуем и какие могут быть взаимосвязи между различными отделами желудочно-кишечного тракта. И он всегда подчеркивает, что эпителий на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, по сути, он один. Это одна и та же выстилка, но она дифференцируется в различных направлениях и, естественно, она отличается на разных уровнях. И вот этому изучению свойств эпителия в последнее время посвящено огромное количество работ. И исследователи стали обращать внимание, что это сложная биологическая система. Это не просто выстилка, которая обеспечивает пищеварительную, абсорбирующую функцию, секреторную. Клетки образуют такие структурно-функциональные единицы, криптоворсинка, что очень важно. Вот здесь они показаны. На уровне желудка это глубокие крипты. В основании крипт всегда располагаются стволовые клетки. И по мере своего созревания они как бы продвигаются наверх. И в вышележащих отделах они становятся уже дифференцированными. Они вырабатывают соляную кислоту, слизь, бикарбонаты. И вот обратите внимание, какой толстый слой слизи в желудке. Эта слизь пропитана бикарбонатами, и она защищает поверхность от агрессии соляной кислоты. И в том числе от хеликобактер пилори отчасти. И вот такое движение клеток очень важно от основания к поверхности в процессе дифференцировки. И потом эти клетки погибают, слущиваются, на их место приходит новый. В тонкой кишке крипты менее глубокие, и слой слизи на них более мягкий, такой скользящий. Он легко смывается перистальтическими волнами. Потому что здесь в тонкой кишке нет такого количества микробов, нет таких агрессивных факторов, как в желудке. Поэтому и слой слизи тонкий и легко такой растворяющийся. Ну а общий принцип устройства тот же самый. В глубине залегают стволовые клетки. Также в тонкой кишке расположены клетки панета. Это клетки, напоминающие нейтрофилы, которые защищают от микробной агрессии. Они вырабатывают гранулы наподобие нейтрофилов. И в этих гранулах содержатся бактерицидные компоненты. Ну и также здесь пейлерово-бляшки находятся, которые контактируют с просветом. И в этой области иммунная система как бы имеет облегченный контакт со внутренней средой. И в толстой кишке слой слизи очень большой. Он состоит из внешнего более такого жидкого слоя и внутреннего плотного. Ну и принцип общий тот же самый. Вот это понимание строения очень важно также для понимания причин и механизмов развития опухолей в разных отделах. Здесь также нужно подчеркнуть, что желудочно-кишечный тракт осуществляет важную эндокринную функцию. По ходу всего желудочно-кишечного тракта разбросаны так называемые вкусовые клетки. То есть это клетки, которые на уровне сознания не дают нам чувства вкуса, но тем не менее они воспринимают вещества, содержащиеся в просвете, и дают сигнал на выработку тех или иных гормонов. В желудке это грелин, который дает чувство голода или сытости, обеспечивает. На уровне начальных отделов тонкой кишки холецистокинин и гастроинтестинальный пептид. И по ходу всей тонкой кишки и в начале толстой очень важные клетки расположены, которые вырабатывают глюкогоноподобный пептид-1. И сейчас этому глюкогоноподобному пептиду придается огромное значение в отношении профилактики сахарного диабета второго типа, в отношении такой своевременной секреции инсулина. Установлено тоже в последние годы, что в определенных участках, это, например, выходной отдел желудка, также область илеоцикального перехода, подвздошная кишка, здесь вырабатывается так называемый YY-пептид, PYY. Это специализированный гормон, который тормозит продвижение пищи содержимого. И без этого YY-пептида будет наблюдаться диарея, то есть он вот в этих критически важных участках притормаживает движение содержимого. Это все непосредственно используется на практике. Есть средства, которые стимулируют выработку глюкогоноподобного пептида. Самые простые средства, это, например, клетчатка, которую мы едим, в частности, и олигосахариды, и нулин, он воспринимается, продукты его распада этими клетками, и они вырабатывают глюкогоноподобный пептид и нормально регулируют обмен глюкозы. И также на основе PYY-пептида планируется создавать лекарственные препараты. Я слышала вот недавно по радио сообщения, что в Америке создан препарат такой в виде спрея, препарат грелина, который можно опрыскать себе там в нос или в рот, и он обеспечивает чувство сытости, борется с ожирением. Это тоже нам необходимо, как специалистам, знать. В последние годы очень большой прорыв был совершен в понимании того, как микробы и продукты их распада воздействуют на эпителий и на внутреннюю среду. В этом участвует так называемый паттерн, распознающий рецепторы. Паттерн – это с английского переводится как образец или тип, как бы молекул. И вот на поверхности эпителия расположены различные рецепторы. Например, толподобный рецептор 4 типа, ТЛР4, он взаимодействует с липополисахаридом граммоотрицательной микрофлоры. Толподобный рецептор 1 взаимодействует с липопротеинами, как грамм положительный, так и граммоотрицательный. Пятый рецептор – с флагелином патогенных бактерий и так далее. И если эти рецепторы представлены в избыточном количестве, может наблюдаться избыточный воспалительный ответ, потому что каскады, идущие от этих рецепторов, они воздействуют на ядро, и в ядре начинается выработка провоспалительных цитокинов. Вот в частности, этим рецепторам придается значение в происхождении воспалительных заболеваний кишечника и даже алкогольной болезни печени, потому что подобные же рецепторы экспрессируются и на гипотоцитах. Ведь печень – это, по сути, тоже эпителиальный орган, она развивается из-за отростка тонкой кишки, то есть строение клеток печени, оно в чем-то напоминает строение эпителия кишечника. И там те же самые работают законы. Распределение этих рецепторов тоже различно в разных отделах, и вот это значение продолжает изучаться. Не буду я входить в избыточные подробности, но это посвящено большое количество работ этому. Но, как известно, сейчас тоже большое значение придает так называемому проницаемому кишечнику, или по-английски «лики», как бы «лики гад». То есть это утечка, это название подчеркивает, что через поверхность эпители происходит утечка компонентов бактерий во внутреннюю среду из-за разрушения межклеточных контактов, которые представлены различными белками. И у некоторых людей это может быть врожденный дефект строения межклеточных контактов, у некоторых это результат воспаления в кишечнике, например, целиакии или воздействия глютена. Предположительно, глютен даже без развития целиакии у человека, сам по себе глютен может оказывать негативное влияние на строение вот этих контактов и способствует повышенной проницаемости. И за счет этого происходит попадание агрессивных молекул в кровоток, развивается либо какое-то субклиническое, либо выраженное системное воспаление, и этому также придают значение и в генезе. То есть заболевание печени, алкогольной болезни, неалкогольной жировой болезни, бронхиальные астмы и так далее. И вот такие самые инновационные методы изучения свойств эпителия, которые появились и за границей, и в нашей стране, это не просто изучение слоя клеток, как это было раньше под микроскопом, а сейчас стараются создавать так называемые органоиды, то есть комплексы клеток, даже разработаны такие чипы, где группы клеток располагаются, взаимосвязаны между собой, на них воздействуют различными агрессивными молекулами и смотрят, как они взаимодействуют между собой. Или воздействуют иммунными клетками, или содержат в стерильных условиях и смотрят, как меняются их свойства и так далее. Созданы банки таких органоидов, которые можно брать для опыта. Теперь хотелось немножко коснуться микробиома. Ну, как известно, микробиом – это совокупность микроорганизмов, обитающих во внутренней среде и на поверхности кожи, смотря о чём идёт речь. Если кишечный микробиом, то в кишечнике и в желудке. И как мы его оцениваем? Раньше мы, когда не обладали таким объёмом знаний о значении микробиома, мы прибегали к посеву кала, так называемый посев на дисбактериоз, или культуральный метод. Но этот метод очень неточный, маловоспроизводимый. Он зависит от того, как собрали этот материал, где он стоял, сколько времени, какие виды там смотрят. И там смотрят буквально 10 видов микроорганизмов, а на самом деле их более тысячи. И таким методом можно определить только бактерии, аэробные бактерии. А в кишечнике в основном преобладают так называемые археи. Это не совсем бактерии, это промежуточный такой вид между грибами и бактериями. И они не поддаются культивированию. И также очень много анаэробов, которые просто не растут на этой среде. Поэтому в нашей клинике вот этот метод вообще не применяется. Мы не можем интерпретировать результат. Ну вот есть более точный метод – секвенирование генома. То есть это анализ строения участка генома 16С, так называемый. Этот 16С, он характерен для бактерий. И вот по строению этого участка можно судить, какая перед нами бактерия. Для этого обычно берется кал или соскоб со слизистой оболочки толстой кишки, потому что основная масса на самом деле обитает внутри слизи, а не в просвете. Мы сдаем кал, это не совсем правильно. Он не отражает того, что происходит на стенке. И потом с помощью вот этой расшифровки нам дают перечень бактерий, которые выявлены. Но в последнее время оказалось, что это тоже малоинформативно. У разных людей получаются разные результаты при одних и тех же заболеваниях. И поэтому, как здесь написано, он не позволяет полностью предсказать, как же все-таки себя ведут эти микробы в среде, в кишечной. И поэтому он так вот в научных целях еще продолжает использоваться, но в практику он все-таки не вошел пока в широкую практику. Пытаются судить по тому, как они себя ведут, какие они вырабатывают продукты. МРНК, белки, метаболиты, витамины. Это так называемое еще есть таргетное секвенирование или анализ самих метаболитов. И вот если мы анализируем только метаболиты, комплекс их, то это называется картина как бы метаболом. Если только белки, то метапротеом. И можно судить, насколько здоровая среда в кишечнике. Но это тоже, конечно, ограничено. И вот сейчас стараются более сложные методы внедрять. Совместно культивировать несколько видов в экспериментальной среде, смотреть, как они себя ведут, как можно на них воздействовать, в какой момент нужно воздействовать. Вот для того, чтобы воздействовать с помощью антибиотиков или пробиотиков, нужно уловить правильный момент, когда вот так называемое окно возможности, когда эта микробная среда восприимчива к нашим воздействиям, когда еще пленки, вот эти колонии микробов, еще, допустим, не настолько прочны. И тогда можно воздействовать пробиотиками, и эти пробиотики будут закрепляться в этой пленке. Вот это все сейчас изучается более прицельно. Ну, вообще, как известно, многие считают, что желудок, например, стерильный, и тонкая кишка начала, практически стерильный, раньше мы считали. Но оказалось, что там все-таки обитает довольно много стриптокока, то есть те микробы, которые на слизистых оболочках дыхательных путей у нас обитают, они же обитают многие в желудке, это стриптокок, стафилокок в небольшом количестве, а также лактобацилы некоторые под слоем слизи. Ну, количество их обычно 10 во второй, 10 в третьей степени на миллилитр. И по мере продвижения к дистальным отделам их количество возрастает, а в толстой кишке уже количество микробов огромное. И здесь представлены в основном анаэробы, потому что воздуха здесь нет, PH здесь уже более такой щелочной, здесь виды отличаются от тех, которые обитают в вышележащих отделах. И, как известно, в последние годы появилось, оформилось окончательно такое понятие, как синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Ну, если вернуться назад, то это ситуация, когда в начальных отделах и в середине тонкой кишки обитают микробы, которые характерны для толстой кишки. И их количество больше 10 в третьей, 10 в четвертой степени. Но из-за того, что мы не можем взять материал из середины тонкой кишки, это очень сложно на посев, приходится вот это предположительно ставить диагноз синдрома избыточного бактериального роста по симптомам, когда у больного наблюдается урчание, переливание, вздутие в околопопочной области, наклонность к диарее, к малеабсорбции. И, конечно, этот синдром развивается не просто так, а при наличии предрасполагающих условий. Либо это неправильное питание, когда человек ест очень много углеводов и лактозы, и эти углеводы просто не успевают полноценно усвоиться и создают питательную среду для роста избыточного микробов. Либо это нарушенная перистальтика, когда создаются условия для застоя в тонкой кишке, либо какие-то слепые петли в кишечнике, либо длительный прием ингибиторов протонной помпы, которые снижают соляную кислоту, и за счет этого микроорганизма легко попадают в тонкую кишку и приживаются там. И другие вот вещества, которые могут понизить иммунную защиту, иммуносупрессоры. И вот этот избыточный бактериальный рост, он имеет тоже, конечно, разную степень тяжести, но при некоторых болезнях он принципиально важен. Например, вот в нашей практике он важен при синдроме раздраженной кишки. Когда больной страдает синдромом раздраженной кишки, перистальтика нарушена, питание не всегда рациональное, возникают условия для избыточного бактериального роста, и он усугубляет картину. Он приводит к тому, что вздутие и боль нарастают, развивается деконъюгация желчных кислот под действием бактерий, диарея нарастает, появляются элементы даже стеатареи, может нарушиться усвоение витаминов в тяжелых случаях, конечно, и так далее. И даже вот мы иногда видим, как известно, что при СРК повышен уровень кальпротектина в калии, но он не достигает таких значений, как при болезни крона, например, но все-таки он повышен. Это можно, наверное, списать на этот избыточный бактериальный рост. А в тяжелых случаях, например, при циррозе печени, когда у больного имеется портальная гипертензия, нарушена кровоток в кишечнике, кровообращение, перистальтика, то синдром избыточного роста имеет громаднейшее значение, потому что он регистрируется практически у всех больных с тяжелой портальной гипертензией. Он ведет к тяжелым нарушениям, к воспалению в кишечнике, повышению проницаемости, дополнительно способствует похуданию этих больных, гиповитаминозу. И за счет переноса липополисахарида и микробной транслокации микробы при циррозе печени проходят в системный кровоток и могут вызвать отдаленные инфекции. Например, пневмония. Мы знаем, что при циррозе печени пневмония нередко может быть связана с граммоотрицательной флорой, а не с грамм положительной, как бывает в большинстве случаев. Также способствует развитию сепсиса, спонтанного бактериального перитонита. Поэтому при циррозе это имеет для нас особо важное значение. Помимо жалоб на вздутие, урчание, переливание, диарею, мы стараемся подтвердить наличие избыточного бактериального роста с помощью дыхательного теста. Для этого мы даем выпить какой-то углевод, например, или глюкозу, или лучше более такой длительно не рассасывающийся углевод, как лактулоза, например. Ну, как известно, наш организм лактулозу не усваивает, но она может подвергаться брожению под действием микробов. И вот если человек не имеет этого избыточного роста, то через какое-то время лактулоза начинает метаболизироваться микробами и наблюдается небольшое повышение содержания водорода в выдыхаемом воздухе. Есть специальные приборы, в которые пациент каждые 10 минут выдыхает, он фиксирует содержание водорода. Оно повышается умеренно, а когда эта лактулоза уже пройдет в толстую кишку, там количество бактерий огромное, и сразу наблюдается значительный подъем. Это нормально. А если у человека уже имеется рост в тонкой кишке, то этот подъем наблюдается уже там через 20-30 минут после приема лактулозы. Ну, у некоторых людей бывает микрофлора преимущественно продуцирует не водород, а метан. Это уже зависит от индивидуальных особенностей, поэтому лучше еще проводить метановый тест, кроме водородного. Есть комбинированные такие приборы. И вот в норме тоже количество метана возрастает несущественно, а при избыточном росте оно быстро нарастает. Это подтверждает объективно уже. В нашей клинике было вот прямо несколько лет последних, ну, даже довольно много, мне кажется, лет уже даже больше 10. Это направление очень сильно развивалось по изучению значений избыточного роста при различных болезнях. Например, при циррозе печени. Показано, что он играет роль в развитии системного воспаления и даже нарушение гемодинамики кровотока в воротной вене, меняется кровоток через печень, уменьшается. Также показано влияние на сердце при циррозе печени, вот этой транслокации бактериальной. И даже вот группа молодых ученых получила государственную премию за серию таких работ. Вот здесь Марина Маевская, это наше заведующее отделение гипотологии, и другие сотрудники перечислены. Ну, и другие есть тоже авторы, да, которые в нашей клинике изучали при синдроме раздраженной кишки, просто в кардиологической практике, при функциональных заболеваниях, СРК, функциональная диспепсия. У многих людей этот рост выявляется, и это показание для лечения и для диеты, для более такого рационального питания. При бронхиальной астме тоже показана роль этого синдрома избыточного роста и так далее. Ну, еще также, может быть, я думаю, что многие слышали в аудитории о том, что большое значение в работе желудочно-кишечного тракта придают оси головной мозг желудочно-кишечный тракт. То есть головной мозг в значительной степени регулирует функции через блуждающий нерв. Во-первых, блуждающий нерв обладает противовоспалительным влиянием, он стимулирует ацетилхолиновые рецепторы на макрофагах, и за счет этого уменьшает воспалительную активность в желудочно-кишечном тракте. И при нарушении функции вагуса это нарушается. Во время стресса выделяется адренокортикотропный гормон кортизол, это тоже оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт, это доказано. И в свою очередь микробиота кишечная, она вырабатывает катехоламины, допамин, различные медиаторы и тоже может воздействовать на мозг. И вот этот аспект тоже пристальное внимание привлекает к себе. Некоторые неврологические заболевания, связанные с дисбиозом кишечным, также изучались возможности лечения депрессии через воздействие на кишечник и так далее. Тревогу можно в экспериментах подавить через кишечник, или наоборот вызвать воздействие на кишечную микробиоту, можно вызвать тревогу, состояние тревоги. Еще есть такое понятие, как снижение микробного разнообразия, потому что у нас там обитает масса, более тысячи видов микробов, и при большинстве заболеваний разнообразие резко снижается. Это показано и при воспалительных заболеваниях, язвенный колит, болезнь крона, при синдроме раздраженной кишки показано снижение разнообразия, при опухолях. И вот ему придают, из-за того, что меньше конкуренция между микроорганизмами возникает, какой-то вид начинает доминировать и превращаться в патобионт. То есть из мирного микроба, микроб может трансформироваться в патобионты, потому что у него снижается число конкурентов. И вот даже это заметно на примере сравнения разнообразия у жителей разных стран, когда провели анализ, то более низкое разнообразие в США наблюдалось, связано оно, видимо, с питанием, таким менее растительным, более животным. И у этих жителей чаще наблюдаются аутоиммунные процессы, аллергия, переключение иммунных реакций происходит в агрессивную сторону. Здесь я, наверное, не буду подробно останавливаться, это, наверное, еще у нас все впереди, но из-за того, что мы в будущее тоже должны заглядывать, и уже к этому все-таки приближается, что в дальнейшем микробиом будет строиться на таких вот сложных уже основах, будет математическое моделирование, в том числе, каким образом возрастные изменения микрофлоры влияют на здоровье, как можно индивидуализировать, подобрать подходящий этому человеку состав микрофлоры, как можно улучшить с помощью добавок ее состав, выделить какие-то вот виды, которые являются сердцевинными, сберегающими здоровье, и что можно, вот как это можно использовать. Вот такие более сложные уже будут подходы. Но я хочу еще тоже обратить внимание, что многие сотрудники нашей кафедры и многие гастроэнтерологи России являются членами научного сообщества по изучению микробиома. И президент это Владимир Трофимович Ивашкин, его правая рука Елена Александровна Полуэктова. И вот это сообщество имеет сайт, на этом сайте размещены все последние сведения о тех болезнях, которые связаны с нарушением микрофлоры, рекомендации, в частности, вот там вывешены рекомендации по применению пробиотиков, какие конкретно виды, при каких состояниях следует использовать. Это очень облегчает, вот когда не знаешь, какой пробиотик или пробиотик назначить, можно в эти рекомендации посмотреть. И там есть видеоматериалы также. Ну, теперь хочется немножко коснуться прогресса диагностических методик. Вот, конечно, настоящим прорывом было появление эндоскопии высокого разрешения. Я не буду брать лабораторные методы, лабораторные, наверное, так сильно не поменялись, а вот больше технический, инструментальный был прогресс. Эндоскопия в режиме NBI – это так называемая узкоспектральная эндоскопия. БИМ – это вот луч, да, и имиджен – это изображение, эннерроид – значит, узкоспектральное изображение в свете специальном. И также есть, не стоит забывать о том, насколько информативно эндоскопическое УЗИ, магнитно-резонансная холангиопанкриатография, появляются методы функциональной МРТ и так далее. Сейчас вот я немножко покажу их возможности. Вот, например, мы в нашей клинике всегда стараемся направлять больных именно на эндоскопию с увеличением, и где есть вот этот режим в узкоспектральном, осмотр в узком спектре, да, излучение, NBI. Потому что становятся гораздо лучше видны очаги пищевода Боретта, опухоли. Ну, как известно, пищевод Боретта бывает сложно иногда различить, просто может быть так расположена слизистая желудка, распространяется в пищевод, и не всегда бывает понятно, это точно ли это пищевод Боретта, или это особенность строения. И вот это увеличение рисунок поверхностный помогает различить их. Если рисунок начинает нарушаться, значит, уже возникла дисплазия. Есть специальные таблицы, с которыми сопоставляют эти рисунок поверхностный, и там это соответствует такой-то степени дисплазии. А здесь уже фокус рака пищевода появился на этом фоне аденокарцинома. Эндоскопическое УЗИ – это, если, может быть, кто-то не знает об этом методе, это УЗИ, которое делается через стенку желудка. Это маленький прибор, навинченный, наконец, эндоскопа. И здесь можно разглядеть очень хорошо строение поджелудочной железы, желчных путей. Информативность приближается к 100%. Рассмотреть опухоли, мелкие камни, стриктуры. Взять тонкоигольную биопсию, например, из подозрительного образования поджелудочной железы. Современные функциональные методы исследования – всем хорошо известна пищеводная ПАШ-метрия, импедансометрия. Я, наверное, не буду подробно очень на них останавливаться. Это отдельная лекция. Но этот метод позволяет зарегистрировать рефлюкс содержимого желудка в пищевод и не только кислый рефлюкс, но и слабокислый, и воздушный рефлюкс. Вот этот метод импедансометрии – это метод, который регистрирует изменения электрической проводимости в пищеводе, не только ПАШ, но и электрической проводимости. Он слабокислый, слабощелочный, воздушный рефлюкс. Высоту рефлюкса может замерить. Высокоинформативный метод. Манометрия высокого разрешения. Я сейчас о ней скажу. Сцинтиграфия, беспроводная капсула. Дыхательный тест. Сейчас я немножко подробнее остановлюсь. Сцинтиграфия, к сожалению, не везде доступна, но в каких-то случаях можно найти место, где ее все-таки проводят. Обычно мы ее исследуем для подтверждения диагноза гастропореза, насколько быстро изотоп выводится из желудка. А также можно оценить весь пассаж, время полного кишечного транзита. В каких-то спорных случаях, когда неясно, как все-таки есть ли замедленный кишечный транзит. Есть методика с помощью беспроводной капсулы, но, по-моему, в России пока она еще не прижилась. Насколько я знаю, это капсула, которая проглатывается, она идет по ходу желудочно-кишечного тракта и подает сигналы о давлении, PH и температуре. И вот по изменению PH можно судить, в каком она сейчас отделе находится и оценить время ее прохождения по разным отделам. Желудочно-дуаденальная манометрия тоже хороший очень метод, но он мало прижился из-за того, что сложно расположить правильно датчики в желудке, в 12-перстной кишке, чтобы они именно показывали, где привратник все-таки, какой отдел расположен. Это ограничивает ее применение. Но, в принципе, она используется. Водородный тест с лактулозой, он тоже дает косвенное представление о том, сколько, как долго идет вот эта лактулоза по тонкой кишке. Как только наблюдается вот такой резкий подъем, резкий подъем водорода выдыхаемого, это значит, что она вошла, наконец-то, эта лактулоза в толстую кишку. И можно судить о времени прохождения, но, возможно, искажения из-за вот этого избыточного бактериального роста. Есть метод с использованием радиорентгена непрозрачных меток, насколько быстро эти метки, проглоченные внутрь, продвигаются по толстой кишке. Есть метод вот исследования давления в толстой кишке, но это очень сложно, мало пока распространенный. Вот есть еще такой вот интересный метод, как просто измерение давления в каком-то участке с помощью баростата. Это бывает нужно в случаях, когда подозревают мегаколон, причем не острый сформировавшийся, а хронический мегаколон, что какой-то определенный вот сегмент плохо сокращается. И вот это исследование может помочь подтвердить. Я думаю, что очень скоро будет внедрен уже широко метод, когда с помощью МРТ будут анализировать перистальтику. За границей это уже используется, у нас тоже начинает уже он внедряться по характеру пиксельной активности, как какие участки кишечника ее меняют, можно рассчитать, с какой скоростью они сокращаются. Ну и наконец, в конце, уже в третьей части лекции, мне хотелось бы коснуться того нового, что, может быть, происходило в отношении заболеваний за последние, допустим, пять лет. Ну, конечно, заболеваний очень много, и все их невозможно перечислить. И мне хотелось бы привести какие-то, может быть, более малознакомые и более яркие примеры. Например, такое заболевание, как иозинофильный изофагит. Оно не всем известно, оно было выделено относительно недавно. Это хроническое иммуноопосредованное заболевание пищевода, которое проявляется, в принципе, теми же симптомами, которыми может проявляться гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это может быть и нарушение глотания, и ощущение сжения, и какие-то некардиальная боль в грудной клетке. Но особенно характерны эпизоды вклинения, пища застревания, пища в пищеводе при глотании. И при этом у этих больных выявляется иозинофильная инфильтрация слизистой оболочки. И диагностика бывает затруднена, потому что не сразу врач может догадаться, что это именно иозинофильный изофагит. Но, во-первых, характерно, что все-таки больше верхние отделы поражены, а при рефлюксной болезни больше нижние отделы. Хотя бывает и по-разному. И вот при наличии таких симптомов желательно взять биопсию и посмотреть, сколько иозинофилов содержится при большом увеличении. Если их более 15, они образуют розетки, скопления, то это соответствует иозинофильному изофагиту. У таких больных чаще регистрируются аллергические заболевания, бронхиальная астма, нейродермит, такая пищевая аллергия, чаще повышен иммуноглобулин, и иозинофилия наблюдается, хотя это не обязательно. И он проходит определенные стадии. Сначала это легкое воспаление, потом оно становится более таким выраженным, это мы можем не заметить сразу, это воспаление. Потом формируются участки фиброза, и за счет этого пищевод может приобретать вид, как бы такое трахеи, напоминающие кольца, фиброзные кольца в нем формируются, трахеообразный пищевод. Также могут быть наложения эксудата, напоминающие кандидоз. И вот биопсия – это скопление иозинофилов. Лечение – это ингаляции будусанида, но нужно заглатывать этот будусанид. При впрыскивании его нужно заглатывать. Два глотка, два раза в день. Если нужно подробнее ознакомиться, есть клинические рекомендации. Их можно легко найти в интернете, они утверждены Минздравом, и вот они обновляются каждые 3-5 лет. Теперь мне хотелось бы коснуться такой так называемой некардиальной боли и болезни пищевода. Ну, как известно, бывает сложно понять происхождение боли в грудной клетке, загрудинных болей. И в этом нам помогает и PH-метрия, и импедансометрия. Мы сопоставляем эпизоды появления боли с эпизодами рефлюкса. Если индекс симптома достаточно высокий, то есть наблюдается совпадение в значительном числе случаев, то это подтверждает рефлюксное происхождение боли. Но иногда бывает нужно еще провести манометрию пищевода. Сейчас используется манометрия высокого разрешения, она очень чувствительная. И вот во время глотания, вот здесь отображается верхний пищеводный сфинктер, тут нижний, а здесь тело пищевода. Можно проанализировать движение перистальтической волны во время глотания. Вот здесь это нормальная картина. Наблюдается некая задержка во времени, пока волна дойдет до нижнего пищеводного сфинктера. Есть определенные параметры, нормы. А вот у этого пациента, у четырех пациентов, наблюдается ахолазия, отсутствие продвижения пищи, преимущественно в нижнем отделе пищевода, который раньше связывали именно со спазмом нижнего пищеводного сфинктера. Ну, оказалось, что этих типов ахолазия четыре, и они могут протекать. Также вот эта ахолазия наблюдается за счет вообще полного отсутствия даже перистальтической активности по ходу всего пищевода. И вот в зависимости от того, какой тип нарушений регистрируется, выбирается тип лечения. Или это операция рассечения стенок пищевода, да, миотомия, или это пневмокардиодилатация, или какой-то другой метод. И вот в этом достигнут большой прогресс, и была принята, пересмотрена чикагская классификация нарушений моторики пищевода, где можно вот прочитать о разнообразных типах нарушений, которые сейчас выделяют на основании вот этой манометрии. Также есть вот определенные рекомендации. Простите, в этом отношении, да, есть рекомендации, но я хотела просто перейти к следующему, к рассмотрению значения гастрита и дуаденита. Что нового в этом плане? Ну, в общем-то, в общих чертах такого принципиально нового, наверное, сказать пока нечего. Ну, подчеркивается то, что все-таки геликобактер пилори это основная причина развития хронического гастрита. И все-таки инфекция геликобактер пилори, она ассоциирована с повышенным риском рака желудка в три раза вот отношение шансов заболеть раком желудка выше у инфицированных. Поэтому сейчас принята концепция выявляй и лечи. То есть если мы нашли эту геликобактерную инфекцию, мы желательно ее очень эрадицировать. Но здесь, конечно, зависит от того, какой пациент, если врач считает, что риск проведения антибиотикотерапии выше, чем польза предполагаемой, то тогда стоит вот это в документации зафиксировать, что, допустим, в этом случае я решил воздержаться от проведения эрадикации в связи с опасностью там негативных эффектов антибиотикотерапии. Но если у больного имеется язвенная болезнь, железодефицитная анемия, отягощенный анамнез по раку желудка, то эрадикация практически абсолютно, почти показана. А в случаях, когда это просто гастрит, уже решается в зависимости от возможного риска. При функциональной диспепсии тоже рекомендуется, если выявлена эта инфекция, то мы не должны ставить диагноз функциональной диспепсии. Сначала мы предполагаем, что это хеликобактер, пилореассоциированная диспепсия. И тогда нужно провести эрадикацию, посмотреть эффект. Если симптомы сохраняются, то можно ставить диагноз уже функциональной диспепсии. И недавно опубликован маострихский консенсус 6, тут, прошу прощения, опечатка, 6 консенсус состоялся. Ну, там очень многое перекликается с прошлыми консенсусами. Ну, такие, может быть, новые вещи, это то, что там предлагается вместо ингибиторов протонной помпы уже использовать такие вот антисекреторные средства нового поколения, ревопрозан. Я его забываю название для себя записала. Но он пока еще в России недоступен, вот так в широкой практике. Вот, ревопрозан, это, по-видимому, будет такая альтернатива ингибиторам протонной помпы. И, кроме того, делается акцент, что желательно определять чувствительность к антибиотикам. Тоже пока с этим проблемы, но скоро, наверное, это появится. Метод ПЦР, определяние чувствительности к колоритромицину. А так общие принципы очень похожи. Вот, и хочется сделать также акцент на атрофический гастрит, что это действительно предраковое заболевание, за которым нужно следить, нужно оценивать степень этой атрофии и уже в зависимости от степени атрофии проявлять настороженность. А степень атрофии мы должны оценивать по прогностической системе Ольга. Эта система упоминается в клинических рекомендациях, это можно найти, ну, расшифровывается как вот такая быстрая оценка гастрита. Должны мы взять биопсии из тела желудка и из антрального отдела и сравнить их, где, в какой степени выражена атрофия. И чем более выраженная по баллам, по тонатам оценивает ее, если она достигает третьей, четвертой степени, то это уже прям вот действительно предраковое состояние. Нужно контролировать более тщательно и обязательно проводить эрадикацию хеликобактера. В отношении панкреатита и болезни поджелудочной железы также в последние годы довольно много нового появилось, но оно касается таких не очень частых заболеваний. Например, установки более хорошо были изучены в последние годы так называемые IPMN, внутри протоковые муцинозные папиллярные опухоли. Это опухоли, которые могут проходить путь от доброкачественной к злокачественной и потом перерождаться уже в аденокарциному поджелудочной железы. Вначале они имеют вид небольших кист размером от сантиметра, потом начинают расти, там накапливаются муцины, муцины могут закупоривать протоки поджелудочной железы, вызывать атаки панкреатита. И вот накоплена информация, что в зависимости от размера этой IPMN, чем она больше, чем больше она закупоривает проток, если есть явление панкреатита, то она подлежит операции. Если же это IPMN маленького размера, пациент пожилой, никаких симптомов нет, то показано наблюдение. На этот счет должны скоро выйти клинические рекомендации, поэтому я только на словах пока говорю. Также определенный прогресс достигнут в изучении рака поджелудочной железы. Например, установлено, что в раковой опухоли определенные микроорганизмы обитают, и они ускоряют ее развитие. Вот в этом направлении тоже идет изучение. А мне хотелось бы коснуться того, что до сих пор неясно, каким образом связаны между собой сценарии острого и хронического панкреатита. Есть люди, которые переносят только один эпизод острого панкреатита и без дальнейшего развития. А есть люди, у которых это представляет собой как бы континуум, повторные эпизоды острого панкреатита рецидивирующие. Они переходят в хронический, все это переходит в рак поджелудочной железы. И вот какие конкретно факторы к этому предрасполагают, вот они перечислены здесь, особенно большой интерес вызывает генетическая предрасположенность. И вот по-видимому такие люди, которые подвержены вот такому прогрессирующему течению панкреатита, по-видимому у них имеется носительство генов, которые должны контролировать инактивацию трепсина преждевременную инактивацию. Или, например, у них имеется недостаточная активность гена муковисцидоза, у них мало секретируется бикарбонатов, поэтому происходит активация трепсина в самих протоках и прогрессирование панкреатита. Вот это вызывает большой интерес сейчас. Немножко хочется коснуться еще аутоиммунного панкреатита, это заболевание иммунопатологического характера, предположительно повреждаются клетки поджелудочной железы за счет перекрестного реагирования с антигенами микрофлоры кишечной, потому что у этих людей выявляются очень часто различные антитела, антитела к флагелину, антитела к компонентам микробов, им выделяют два типа аутоиммунного панкреатита. Первый тип он сопровождается, он встречается чаще, сопровождается выраженной инфильтрацией поджелудочной железы плазмоцитами и должно быть в каждом поле зрения при большом увеличении не менее 10 плазмоцитов, причем эти плазмоциты должны быть позитивными по иммуноглобулину G4, это специфический тип иммуноглобулина, значение которого до конца еще непонятно, некоторые авторы считают, что он непосредственно повреждает клетки, другие авторы считают наоборот, он связывает другие агрессивные иммуноглобулины и нейтрализует их, то есть он как бы свидетель просто иммунной агрессии, вот до конца это не ясно, но это один из опорных элементов диагностики обнаружения этих иммуноглобулинов G4 в большом количестве. Часто вот этот аутоиммунный панкреатит первого типа приводит к увеличению поджелудочной железы в виде колбасовидной такой вот формы она значительно увеличивается, либо какая-то ее часть значительно увеличивается, напоминает опухоль даже, и может сочетаться с поражением аналогичным слюных, слезных желез, внутри печеночных и вне печеночных желчных протоков, воспалением ретроперитониальной клетчатки, почек, вот, то есть такой вот, когда это системный носит характер, это называется иммуноглобулин G4 ассоциированная болезнь. Ну, мы обычно таким людям берем в крови, смотрим уровень иммуноглобулина G4, стараемся взять биопсию из поджелудочной железы, и есть так называемые критерии, ну, я несколько упрощенно их назову хизорт, на самом деле они сейчас несколько модифицированы, но общий принцип тот же, вот эта буква H обозначает гистология, то есть мы должны в биоптате поджелудочной железы увидеть большое содержание иммуноглобулина G4 позитивных клеток и воспаление, и это обозначает имиджен, то есть изображение увеличенной поджелудочной железы, S это в сыворотке крови выявляется повышенный уровень иммуноглобулина G4, O это обозначает вовлечение других органов, RT обозначает респонс, ответ на применение преднизолона, хороший эффект от назначения преднизолона. Ну, а есть также аутоиммунный панкреатит второго типа, там наблюдается гранулоцитарная инфильтрация, он наблюдается реже, и он часто сочетается с язвенным колитом, реже с болезнью крона. Ну, и мне хотелось просто сделать акцент вот одной из последних новшеств, что те люди, у которых после отмены преднизолона наблюдается рецидив, можно назначать различные другие иммуносупрессоры, в том числе разрешено назначение ретуксимаба, это антитела к поверхностным молекулам Б-лимфоцитов. Ну, в отношении болезни печени новшество грандиозное, поскольку я изначально, я все в большей степени гепатолог, это просто грандиознейшее событие, появление препаратов прямого противовирусного действия, которое позволяет излечить полностью больных от гепатита С. это препараты, которые действуют на различные этапы сборки вериона, вот они перечислены здесь название более старых средств и более таких современных, вот эти более старые боцепривир, телопривир, они тоже воздействуют на репликацию, как бы они тоже прямым действием обладают, но они более токсичны, а вот те, которые представлены здесь, они значительно лучше переносятся, дают большую гарантию излечения и они действуют на разные белки, которые контролируют репликацию вируса. В России зарегистрированы сафосбувир, доклатосфир, литибосфир и другие, они иногда в сочетаниях применяются, как правило, при разных гипнотипах вируса свое средство применяется. И вот они обеспечивают вот такой высокий шанс излечения почти стопроцентный и даже при циррозе печени высокий шанс, единственное, их нельзя назначать при тяжелом декомпенсированном циррозе, нежелательно очень. И вот такой тоже просто потрясающий прорыв, это появилось средство для лечения гепатита D. Это такой препарат, который блокирует рецептор, с которым соединяется вирус и проникает внутрь клетки. Это на самом деле это рецептор к желчному, переносчик желчных кислот NTCP, натрий, тауру, халат, транспортер. И вот когда вирус повторно пытается зайти в клетку, вход уже запрещен и он постепенно погибает. Старые клетки инфицированные отмирают, а новые уже не заражаются. Но при этом гепатит B излечить не удается, а только коинфекцию гепатита D удается излечить. И вот видно, что по сравнению с плацебо достигнуты не 100% результаты, но высокие шансы излечения. Большую проблему сейчас представляет неалкогольная жировая болезнь печени. Это очень распространенное заболевание. И по последним данным рак печени, который раньше развивался в основном при гепатите B и C, а теперь на одно из лидирующих мест стала выходить неалкогольная жировая болезнь печени. И алкогольная тоже. Вот они вытесняют как бы по значению вирусные гепатиты в плане рака печени и инвалидизации. И установлены различные гены, которые предрасполагают к отложению жира, выделена так называемая неалкогольная жировая болезнь при нормальной массе тела, выделен ген, который отвечает за накопление жировых капель. И те носители этого гена, у них отмечается прогрессирующее тяжелое течение жировой болезни. Худеть бесполезно, все равно она может прогрессировать. Ну и вот сейчас идет такой пересмотр названий, например, вот те люди, у которых преобладают генетические все-таки факторы, у них это стали называть неалкогольная жировая болезнь с генетическими факторами, а у тех, у кого вот именно внешнее ожирение, такое избыточное питание, стали называть вот такая метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Это пока в рекомендациях еще не закреплено, а только вот стало употребляться просто между врачами для лучшего понимания. И следующие исследования, которые будут посвящены жировой болезни печени, они будут строиться по типу такого избирательного влияния именно на вот эти какие-то метаболические звенья, а не так, чтобы всех подряд собирать с этим диагнозом и одно и то же один и тот же препарат назначать разнородным людям. Поэтому эффекта никогда мы не можем доказанного увидеть. Ни один препарат фактически не доказал своего эффекта. Ну и вот несколько последних слайдов. Это воспалительные заболевания кишечника. В их отношениях тоже появляется много новых стратегий, начиная от пересадки донорского кала, как для лечения инфекции кластридиум дефицели. Как вы знаете, это методика трансплантации донорского кала, она показывает хороший результат при рецидивах инфекции кластридиум дефицели. И сейчас проводятся исследования при воспалительных заболеваниях, но пока результатов таких обнадеживших особенно нет. Также пытаются пересмотреть методы, которые позволяют оценивать активность в СЗК. Вместо того, чтобы проводить бесконечные колоноскопии, которые для них представляют риск, вот сейчас разрабатывают методы МРТ-диагностики, и вот оказывается активность по МРТ очень близка к оценке по данным эндоскопии. В нашей клинике мы очень активно сейчас используем препарат ведолизумаб, это антителак молекулам интегринов, но интегрины это молекулы, которые способствуют привлечению лейкоцитов в воспаленной ткани, за счет них лейкоциты связываются с эндотелием и мигрируют уже в стенку кишечника. Если заблокировать эти интегрины, то этот эффект снижается резко, активность падает, и вот этот ведолизумаб буквально спасает жизни больных, он спасает их от операций, и многие могут спросить, а как же антитела к фактору некроза опухоли? Вот здесь как раз показаны результаты таких сравнений, что по сравнению с применением препаратов антител к фактору некроза опухоли, которые не всегда бывают эффективными, к ним вырабатываются нейтрализующие антитела, они не всегда проявляют свой эффект, а антитела к антегринам их опережают по эффективности, поэтому при высокой активности, при торпидном течении молодым больным мы назначаем ведолизумаб, стараемся назначить. И в конце разрешите представить такой широкий спектр рекомендаций, которые написали сотрудники нашей клиники под руководством Владимира Трофимовича и в соавторстве с другими тоже обществами известными, их можно легко найти в интернете, они утверждены по разным совершенно направлениям, они вам облегчат работу значительно. На этом разрешите закончить, спасибо, извините, что долго может быть утомительно встану, чтобы посмотреть. Спасибо большое. Так, вопросы в зале есть, пока я тут рассматриваю? Да, конечно. Только вы стойте так, чтобы вас было видно. Подойдите ко мне поближе. по секунду шлифейн, на вашем спеце, самый эффективный препарат, имеющийся на лечении в России, это свой среда, для лечения и на лечении злепосфировки. Да. Самый эффективный имеющийся на лечении злепосфировки. Ну, как правило, мы применяем софосбувир с деклатосфиром или с ледипосфиром комбинацию. Вот мы для гепатита С, они перекрывают почти все генотипы. Если это уже цирротическая трансформация по эластометрии, там, по другим данным, то проводим 24-х часа, это недельный курс терапии. А если это еще стадия гепатита, без фиброза выражена, вторая степень фиброза, первая, то 12 недель. Вот это у нас было, когда викира пак, но она очень дорогая, но она появилась одной из первых, я думаю, вы икей рыбак слышали, это сочетание нескольких компонентов, но она рассчитана на первый генотип в большей степени, и хорошо действовало, все, кто принимал, вылечились, но у некоторых пациентов были кожные проявления, покраснение кожи, кожная сыпь, они описаны в инструкции были, но они не отказались, они продолжили прием и вылечились. Наверное, может быть, у нас не так много прошло, чтобы отказались от лечения. Да, то есть был отсроченный устойчивый вирусологический ответ, когда мы по истечении 12 недель отрицательная ПЦР, потом еще проходит 3 месяца, опять отрицательная, еще 3 месяца отрицательная, и так несколько раз уже можно говорить о стойком вирусологическом ответе. Это гепатит С, да, вы имеете в виду, да, не было, потому что он же вирус исчез, не регистрировался. Мы всегда боимся, что он может где-то остаться в костном мозге, и вот поэтому много раз эту ПЦР и РНК вируса проверяем, если он затаился, то он появится. А так вот у всех был устойчивый ответ. По-моему, даже ни одного случая не было, чтобы не отреагировал на эти препараты. Да, покупали за свой счет, ага. Не-не-не-не-не-не-не не надо сказки рассказывать, лечение бесплатное. Может быть кто-то получал. Лечение бесплатное, ну что вы, государство пл 같은. Есть люди, которые продают квартиру, это другой вопрос, но это просто потому что им так хочется. Гепатит С, он Ну, бесплатно. Наверное, на той стадии, когда еще только начинало появляться. Ну, давно уже бесплатно, много лет. Единственный вопрос с гепатитом В остался. И вот бесплатные схемы многие с интерфероном. Нет, эффективность при С понятна, при Д, ну, что-то появилось, а В? Да, В все то же самое. То есть это аналоги нуклеозидов, нуклеотидов, которые мы назначаем по определенным показаниям, когда есть признаки активности, повышение СТЛТ, там фиброз выраженный, и тогда есть показания к назначению. И бывает, почему мы не всем назначаем, во-первых, этот вирус нереально практически искоренить, он же встраивается в ДНК человека, и он оттуда не может просто вот никак выбраться. Все равно он, скорее всего, у большинства останется. Во-вторых, может появиться устойчивость к этим препаратам, поэтому их назначать не всем, а по показаниям, длительными курсами. Если появляется к этому резистентность, то переходит на другой. Это интересный факт. Казалось бы, да, самый-то частый Б, а его как раз и не лечат. Да, из-за встраивания в ДНК. Так, еще вопросы. По распространенности, да, вот это, наверное, самое важное. Я подожду, у нас сегодня тема новости гастроэнтерологии, а не старости. А, ну, что-то новое, все пытается, вот с диеты идут споры. Одно время советовали диету, так называемую ФОДМЭПС, наверное, может быть, вы слышали. С исключением ФОДМЭПС, это фрукта, олигоди, сахариды. Вы не уходите от камеры. Да, забываю, спасибо. Ну, по сути, это то, что и раньше было известно, исключать продукт, который вызывает брожение, вот такой богатой клетчатки с сахарами. И вот просто их иностранцы назвали группу ФОДМЭПС. И были хорошие результаты, но потом некоторые больные стали истощаться. Они слишком это все ограничивали, им не хватало микроэлементов. И пришли к выводу, что резко нельзя их исключать. Еще одно время было течение исключать глютен. Пшеницу, рожь, вот этот ячмень. Потому что глютен, он даже без целиакии, он, в принципе, может вызывать вот это разрушение контактов межклеточных. У него есть такое свойство в некоторой степени. И просто мы советуем ограничить вот эти продукты. Вот у кого-то есть улучшения, может быть, за счет того, что они меньше начинают есть порции, меньше у них вот избыточный бактериальный рост на этих углеводах становится, им становится легче. А может быть, за счет уменьшения глютена, это трудно сказать. Но при СРК действительно у многих регистрируется этот избыточный бактериальный рост в кишечнике. И если они как-то пересмотрят питание, на ночь будут делать перерыв в еде, есть порции поменьше, меньше углеводов включать, то этот рост может уменьшиться. И плюс еще назначаются корректоры моторики, рефоксимин, вот эти кишечные антисептики для уменьшения вздутия, диареи. А вот принципиально нового множества, открыто множество генов, которые предрасполагают к СРК, но это не на 100%. То есть роль генов не настолько велика, чтобы как-то можно было прямо на них воздействовать. Многие еще внешние факторы влияют, и психологические тоже. Так, давайте пока готовить еще вопрос. Я тут, появилось ли что-то новое в изучении лечения гастрософрикальной рефлексной болезни пищевого таборета с целью профилактики рака пищевого? Так, ага. Ну, значит, да, спасибо за вопрос. Ну, принципы общие примерно такие же. Тоже назначается антисекреторная терапия. И иногда к этой антисекреторной терапии подключают курсы урсодезоксихолевой кислоты, антиоксиданты. И тщательно контролируют, если появились фокусы дисплазии, то нужно тогда вот эти фокусы уничтожать вовремя. Иначе может развиться аденокарцинома. И очень важен образ жизни. И вот при рефлюксной болезни очень он играет громадную роль. Вот то, что мы переедаем, да, то, что избыточная масса тела и вот эти внутренние органы способствуют рефлюксу. Расслабляется чаще сфинктер у более полных людей. Стоит немножечко сбросить, и уже рефлюкс уменьшается. То, что на ночь многие люди употребляют пищу, горизонтальные положения, это все играет большую роль все-таки. До сих пор это признают, даже еще больше сейчас стали на это делать акцент. Так, может ли возникать демпинг-синдром после еды в неоперированном желудке, и если да, то при каких заболеваниях? Да, вот так по сути это как бы напоминает демпинг-синдром, то есть из желудка ускоренная эвакуация пищи может происходить. Но к нему это понятие не прикрепилось, все-таки вот само название демпинг именно к оперированному прикрепляется. А здесь избегают это слово, просто говорят об ускоренной эвакуации. Это можно доказать только с помощью манометрии или сцинтиграфии, а так предположительно еще можно предположить. Считается, что это характерно для части людей с функциональной диспепсией, либо задержка эвакуации, либо чрезмерно быстрая эвакуация. Так, скажите, пожалуйста, возможно ли развитие идиопатического легочного фиброза при КПОТ, в каких случаях назначать АЛЬФАЗОК, если пациент уже получал ИПП? Ну вообще в аббревиатурах, знаете, читать невозможно. А это ингибиторы протонных. Да я рад за них, но я вам скажу, что это передающиеся половым путем инфекционные заболевания. Да, вот предположительно, но насколько я знаю, полностью это еще не подтверждено, что фиброз легких может быть как вне пищеводное проявление рефлюксной болезни за счет микроаспирации содержимого пищевода. Но насколько я знаю, это только предположительно пока. Вот, ну а в общем-то... Вообще-то говоря, если бы это было так, то, наверное, это было бы известно, потому что фиброз не так сложно определить. Да, и вот, ну в общем-то, можно... Любой ИПП считается, что можно любой, но зависит от сопутствующих заболеваний, например, болезни печени, вот какая-то фармакокинетика индивидуальная надо учитывать, есть ли болезнь печени. А если так здоровый человек, в принципе, любой ингибитор протонной помпы, но стараются все-таки перейти на более старое, на более новое поколение, да, вот рабепрозол, эзомепрозол предпочтительно. Так, может ли МРТ использовать для первичной диагностики рак желудка? Ну, оно не рассматривается как золотой стандарт. Может быть, там увидят, конечно. Особенно в четвертой стадии точно может. Да, в рань инси тут точно не увидят. Так, вот скажите, куда направлять пациентов с гемохроматозом? У-у-у, а никуда. Можно, в общем-то, в наше гипотологическое отделение, можно в гематологический научный центр. А там не занимаются теперь, что закончили, нет? А то к нам приходят иногда, они присылают больных. Ну, там были специалисты, но сейчас... А, наверное, можно в институт генетики, вот это хороший, кстати, институт, на Каширской расположен. Ну, тут что-то господин Леонтьев прям целую написал. Ага, что, да. Ну, хотите, читайте, я не могу. Что, в общем, много исследований, да, указывающих на неблагоприятные последствия применения ингибиторов протонной помпы. И вот, что они связаны с увеличением частоты инсультов, инфарктов, болезни Альцгеймера, деменции, сахарного диабета. Но создается впечатление, что не обсуждается возвращение к H2-блокаторам и рибомепиду. Ну, то есть, можно было бы перейти на H2-блокатор и рибомепид. Вот, потому что... То есть, альтернатива. Да, как альтернатива. Можно ли их как бы использовать, да, вот, как альтернативу. Ну, да, во многих рекомендациях там перечисляется, что можно ингибиторы протонной помпы, а можно H2-блокаторы. Например, по-моему, это, если я не ошибаюсь, потому что обновляются рекомендации. По-моему, об этом и в рекомендациях по язвенной болезни говорится, и при панкреатите. А вот при эрадикации они, насколько я знаю, практически не фигурируют в схемах эрадикации. Видимо, они недостаточно поддерживают PH надежно. А так, действительно, вот они сопряжены, могут быть с побочными эффектами, но обычно, если их долго принимают, более двух недель и дольше. Ну, вот в отношении инфарктов, инсультов, деменции считается, что по анализу, который мы читали, что это просто совпадение, что это был тяжелый контингент больных, которым назначали ингибиторы протонной помпы для профилактики кровотечений при приеме антикогулянт, антиагрегантов, антикогулянтов. Не путайте только антикогулянт с антиагрегантами, это все-таки разные вещи. Да, ну, кто-то из них, да, варфарин принимал, кто-то клопидогрел, допустим, и тем и другим ингибиторы протонной помпы могли быть назначены. И вот то, что у них произошли инфаркты, инсульты, это просто такое недостоверное совпадение просто, такой контингент был. А вот то, что они могут повлиять на почки, усвоение кальция, витамина В12, риск пневмонии, гипомагниемии, это точно доказано. Поэтому их нежелательно без причины назначать длительно, без веской причины. Как мы раньше считали, что это... Так, еще какие вопросы родились? Я ничего не услышал про энтеральную нервную систему. Да, ну, потому что это очень сложно и требует большого количества времени. Ну да, вот это как бы вот эта связь, да, по оси кишечной, головной. Совсем не связь по оси, это совсем отдельная тема. И в то же время она автономна, да, обладает автономно. Она автономна. Да. Ну, она изучается тоже интенсивно, но это нужно рисовать картинку и долго объяснять, как они связаны между собой, нейроны. Ну, и вот я могу просто сказать, что рациональное питание с полисахаридами, оно очень полезно для этой автономной нервной системы. Это источник бутирата, из клетчатки образуется бутират, масляная кислота. И это оздоравливает, положительно действует на глию вот в этой энтеральной нервной системе. Нормализует ее функции. И уменьшает висцеральную чувствительность, перестройку, поддерживает пластичность нормальной нервной системы. Еще вопросы? В общем, да, противопоказаний нет. Ну, да. Главное не стать производителем метана, как корола. Как если, чтобы стул был нормальный, да, не слишком плотный, а то они могут к плотности привести. Впитывают воду, и кал может уплотниться, каловый завал может сформироваться. А если стул нормальный, то это не вредно. Еще вопросы? Вот вы мне задавали вопрос про вздутие кишечника у умерших больных после ковида, или во время ковида. Задайте вопрос. Перед вами гастроэнтеролог. Может быть, это следствие антибиотиков, возможно, вот этот дисбиоз, да, изменение. Или кластридиум дефициль, но он обычно, это инфекция, которая присоединяется на фоне антибиотиков, но он обычно вызывает диарею, но пневматоз тоже возможен. Или, может быть, что еще там, следствие вот применения кортикостероидов. Кстати, при стероидах описан пневматоз, потому что они снижают кишечный иммунитет и могут к этому приводить. А может быть, сам вирус еще и эпителий, он тоже повреждает кишечный. И, видимо, нарушал переваривание, всасывание. Сразу три фактора, может быть, антибиотики, кортикостероиды и поражение эпителия вирусом. Вот я прямо недавно буквально читала о пневматозе на фоне применения кортикостероидов, что это достаточно частое явление. Ну, на самом деле, пневматоз при тяжелых ситуациях вообще частое явление, да, нарушение перистальтики. Очень у многих больных происходит, это нарушение микроциркуляции, кровопрощения и, соответственно, прекращение или остановка перистальтики. Ну, а дальше все вздувается. Ну, хорошо, тогда присаживайтесь, я тогда сделаю короткое заключение. Значит, конечно, этот доклад не совсем для практического врача. И мы, собственно, и не рассчитывали на практического врача, потому что хотелось бы услышать, что нового гастроэнтерологии, которая, казалось бы, уже давно не новая, и всем все понятно. Но появление совершенно новых подходов в диагностике, появление новых методов терапии, в принципе, касающихся не только гастроэнтерологии, оно не могло сюда не прийти. Конечно, хотелось бы мне, например, лично увидеть искусственный интеллект. Нет, потому что все, что вы тут рассказывали про ваши эти картинки, изофагиты и так далее, это все требует искусственного интеллекта. И я уверен, что такие работы есть. Потому что раз есть изображение, значит, сегодня это точно анализируется с помощью искусственного интеллекта. Ну, у нас сегодня просто жизнь такая стала. Раньше мы бы с вами таких вопросов не задавали, а сейчас направо и налево. Мы же знаем, что при ковиде основная масса в Москве, во всяком случае, компьютерных томограмм сливались в единый центр, где искусственный интеллект оценивал ситуацию и давал предварительные заключения. Другое дело, какая чувствительность, специфичность этих заключений. Второй вопрос, но то, что в этом участвовала уже совершенно иная система оценки изображений, это очевидно. И я еще раз повторюсь, я уверен, что морфологические изменения в желудочно-кишечном тракте точно подвергаются анализу искусственного интеллекта. Ну, просто еще один пример. Вот мы работаем с командой, которая сделала микроскоп, который двигает сам мазочек и смотрит клетки крови. И с помощью искусственного интеллекта их распознает. Когда я посмотрел в этот микроскоп, как специалист все-таки, может, не самый крупный морфолог, но все-таки. И я сказал, что я ничего не вижу, что клетки вообще очень расплывчатые. Все правильно. Для моего глаза – да, а для искусственного интеллекта – нет. Потому что искусственный интеллект видит совсем другие вещи, чем я вижу. Мне нужно наводить сильно на резкость, а ему достаточно делать сканирование сверху донизу этой клетки и видеть все, что в ней находится. Я так не могу. Искусственный интеллект может. Поэтому эти, конечно, направления будут развиваться. Я сейчас не берусь про таргетные препараты, про генные препараты, про препараты, влияющие на отдельные рецепторы. Понятно, что мы все сейчас уходим и уйдем в ближайшие годы от антиоксидантов, от прочих гепатопротекторов, про которые мы говорим в общем, что они на что-то влияют. Здесь уже конкретно, четко, понятно, куда что действует. Думаю, что по каждой новелле, которая была представлена, можно сделать отдельный доклад и есть что обсудить. Потому что резинофильное поражение – это чистая гематология, вообще-то говоря. Да, у нас есть даже тема большая, резинофилии. Ну, вот я при этом не знал, что есть резинофильное, конкретное поражение пищевода. Про нервную систему кишечника, энтеральную нервную систему, думаю, что это вообще огромный пласт, абсолютно не поднятый никем. Здесь вот господин Бахтияров несколько там написал эссе, я не буду зачитывать, потому что это очень длинно, очень сложно. Но это как раз восходит в павловской школе, как это не смешно, хотя ученик Павлова был за это дело признан нарушителем. И, по-моему, там была какая-то очень некрасивая история с его защитой, я сейчас фамилию не вспомню, но история была, когда все, что вот он увидел, связанное с нервной системой кишечника, было подвергнуто астротизму, и на десятки лет вообще это изучение было прервано. А судя по всему, это приоритет отечественной науки. И, конечно, очень было бы интересно это все поизучать, потому что мы видим, вот при ковиде, вы все говорите про повреждение клеток, а ковид на самом деле повреждает нервную ткань, причем не вирусом повреждает, а, видимо, какие-то аутоиммунные процессы начинаются с тропностью к нервной ткани, потому что вся симптоматика, которую мы видим при ковиде и при постковидном синдроме, это повреждение различных нервных структур. Тот же самый понос, который развивается у больных с ковидом достаточно часто, и с постковидом тоже, это абсолютно точно повреждение именно нервных тканей и прекрасно лечится с помощью воздействия на микроциркуляцию, с помощью антикоагулянтов, которые, казалось бы, где тут антикоагулянты и где тут понос. А вот оказывается, что они связаны между собой, и антикоагулянты воздействуют и на этот симптом тоже. Ну, понятно, что антикоагулянты на вирус не воздействуют, значит, у них другие эффекты, которые никак не связаны непосредственно с инфекцией. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что мы выслушали очень сегодня интересный доклад, который даже не столько задуматься заставить, задуматься, наверное, не о чем, потому что мы в этом ничего не понимаем в большинстве случаев. Но вообще представить себе, куда ушла наука современная, это достаточно важно. Конечно, вопрос остается, и на него вы не получили ответа, куда идти. Идти сегодня некуда, вот это большая проблема. Проблема нашего здравоохранения состоит в том, что мы можем много разговаривать, разговаривать, обсуждать какие-то вещи, которые делаются в единичных точках России, а дальше больные остаются один на один сами с собой. И, может быть, сегодняшняя лекция приведет к тому, что какие-то методики, какие-то технологии станут появляться в других местах, а не только в Первом Московском медицинском институте. Ну, вот задали вопрос про гепатит С. А я вам точку скажу, где лечит гепатит С бесплатно. Город Орел. Почему? А вот потому. У них, они получают препараты, у них прекрасные. А, вы в курсе этой истории, нет? Город Орел, болезнь Боткина. Город Орел. Город Орел, болезнь Боткина. Ну, я вам говорю, бесплатно точно лечит. Ну, точно с 17-го года, я знаю, прям достоверно. Причем они именно приглашают к себе больных иногородних, потому что у них идет финансирование, получают деньги и прекрасно себе лечат этих больных. Давайте я закончу, потом мы будем разговаривать. Вот, поэтому, к сожалению, мы все с вами заложники этой ситуации. Будет ли она улучшаться в нынешние времена? Что-то у меня нет больших позитивных, так сказать, предположений, что станет лучше. Не думаю, что станет лучше. Но, тем не менее, мы, как общество, должны все-таки двигаться вперед, должны показывать современные достижения, пытаться собирать вокруг себя людей, кто может эти достижения каким-то образом распространять. Потому что на другой задаче перед обществом, собственно, и не стоит. Какая еще цель у нас? Просто поговорить, вряд ли этого достаточно. Вот, поэтому мы тоже делаем свои рекомендации, как и общество гастроэнтерологов под руководством академика Ивашкина. Тоже пытаемся каким-то образом распространять наши знания и доводить их до практических врачей. Поэтому спасибо за то, что вы сегодня пришли. Следующее у нас будет заседание. Мадлен, когда? Через две недели, вряд ли. А? Да, ну, в понедельник и вторник пожилой больной качество жизни, 27-я конференция. Там 250 будет докладов, 30 стендовых докладов. Два дня будет такой пир духа, знаете, такой анекдот, помните, да? Про Горбачева, недавно ушедшего от нас. Вот. Конференция, наверное, впервые такая большая будет. Ну, и как-то раньше все-таки у нас...